Мир Мир Нет, гораздо важнее здесь духовная составляющая. На протяжении всего существования России наш народ в самые сложные и тяжелые моменты своей истории всегда искал духовной и нравственной помощи в церкви. Русская православная церковь всегда являлась моральным и нравственным стержнем в жизни народа. Прислушаемся и мы голосу церкви. Голосу церкви – защиту жизни. Голосу церкви – защиту жизни. Мы сегодня с доктором говорили о тех абсурдах, которые существуют в нашей жизни и которые внедрились в наше сознание очень глубоко. И это привело уже теперь к катастрофическим результатам. Потому что всякий психически нормально устроенный человек, он, конечно, любит детей. Но, тем не менее, мы пришли к тому, что уже в течение 10 лет население нашей страны вымирает. И, конечно, вот эта тенденция, она никак не ослабевает. В Москве несколько замедлился этот процесс, а в целом по стране он будет только наращиваться. И еще по тем разработкам, которые в правительстве осуществляются, в администрации президента, уже готовятся к тому, что у нас вообще через 10 лет уже будет примерно 12 миллионов молодых покойников от СПИДа. Вот. И так далее, и так далее. Ну, может быть, для нас лично, ну, кроме молодежи, все будет относительно благополучно. Но если действительно мы любим детей, то мы должны думать и о наших детях. И тогда готовиться к тому, что нашей страны не будет. А здесь будут жить другие народы. И будет совершенно другая культура. Лучше сказать ее отсутствие. То есть о чем речь идет? С тех пор, когда был подписан Лениным вот это разрешение на аборты, мы в этом смысле проявили свою передовитость. И, в общем, это первая страна в мире. И то с этой политикой новых, узурпирующих власть в нашей стране людей, сперва ничего не вышло, потому что российские акушеры, они не могли этого делать. А вот поэтому пришлось их всех ликвидировать. И создать новую школу. История русского акушерства начинается с конца 18 века. А первым русским научным пособием стала вот эта книга, написанная Нестором Максимовичем Амбодиком. Чуть позже в Москве Вильгельм Михайлович Рихтер возглавил кафедру акушерства при Московском университете. Так была создана основа русской школы акушерства. Но подлинного расцвета русское акушерство достигает в конце 19 века. Появляется целая плеяда выдающихся ученых. Многие из них с приходом советской власти были репрессированы. Например, Юрий Владимирович Снегирев, расстрелянный в 1937 году. А вот и его отец, Владимир Федорович Снегирев, виднейший ученый, внесший неоценимый вклад в развитие гинекологии. Его соратники Александр Матвеевич Макеев, Николай Иванович Побединский, Георгий Андреевич Соловьев, Александр Петрович Губарев. Престиж русской школы акушерства и гинекологии распространился далеко за пределы России и приобрел мировой авторитет. Разумеется, в то время аборты были законодательно запрещены во всех странах мира, в том числе и в России. Поэтому усилия русских акушеров были направлены исключительно на безопасность родов, сохранение жизни ребенка и матери. Конечно, это способствовало улучшению демографической ситуации в России. Так, за время правления Николая II население страны выросло на 20 миллионов человек. Для сравнения, за последние 10 лет население России уменьшилось на 10 миллионов. Интересно также, что первой страной после большевистской России, разрешившей аборты в 1920 году, стала Великобритания. Но только спустя 49 лет, в 1969 году. Так вот, теперь вернемся к этим абсурдам. Вот, родильный дом и две комнаты. В одной 15 сотрудников медицинского персонала борются за жизнь ребенка, который родился 6,5 месяцев, а в Европе выхаживают уже и 4-х месячных. Вот. И успешно. А в другой комнате приканчивают по социальным показаниям, то есть, у мамы на семью меньше, чем 9 метров квадратных площади, которые 7 месяцев от зачатия. Или там, 8. Это же вполне как бы разрешено теперь по социальным показаниям сделать аборт на любых сроках. Даже без 5 минут роды. Формально, юридически, это возможно и это делается. И вот это же как бы абсурд. Речь идет о том, что на сегодняшний день женщина до 12 недель свободно делает аборт, а после 12 недель до 22 делает аборт по социальным показаниям. К коим относится количество, то есть, доход на душу населения в семье, развод или, так сказать, другие различные совершенно причины, которые на самом деле дают возможность женщине делать аборт совершенно без всяких препятствий и после 12 недель. На мой взгляд, это практически узаконенное убийство нерожденного ребенка и я считаю, что допустить этого, конечно же, нельзя. Мы должны упразднить социальные показания. Абсурд еще вот в чем заключается, что есть определенная группа людей, верующих, которых этот порядок ну как бы возмущает. Например, меня. Почему? Потому что я со своей зарплаты плачу налоги, а аборты делаются бесплатно. Ну бесплатно сами понимаете, ничего не бывает, а значит это берется с налогоплательщика, не спрашивая, куда идут эти деньги. То есть, если бы хотя бы люди убивали своих детей за свой счет, это пожалуйста. Купите землю, построите абортарий, наймите врачей и оплачиваете эти услуги по убийству собственных детей. Общество православных врачей вышло с таким вот законодательным, даже уже пытаемся мы выйти с таким предложением, чтобы, конечно, разделить абортарий и роддома. Их разделить надо обязательно. Академия